два брата живут в одном доме но в разных комнатах и вот у дома загорелась крыша того гляди сгорит весь дом один брат начинает тушить пожар а другой говорит ему а помнишь ты у меня в детстве и риску отобрал а помнишь ты мою машинку поломал и не помогает тушить пожар казалось бы это внутренние дела двух братьев но нет это сосед поджег дом потому что он позавидовал о благополучии этих двух братьев и он же настраивает второго брата регулярно ему напоминая то что было в далеком детстве даже то чего не было потому что он завидует им потому что он хочет чтобы их общий дом сгорел это и есть ситуация украины и россии существует такая наука геополитика она кстати создана в основном англосаксами на западе она говорит о том что есть извечное противостояние западного и восточного мира мира моря и мира суши мир суши это евразия то есть есть россия в широком смысле этого слова российская империя эта наука и она подтверждается фактами действительно запад испокон веку нападал на россию по всей русской истории идет сплошная агрессия запада против россии сейчас особенно активно идет глобализация мира уже европейские большие страны самостоятельного значения практически не имеют они соединены в единую европу которая подчиняется англосаксонскому могуществу американско-британскому небольшая страна в принципе не может существовать независимой поэтому украина как небольшая страна непременно должна войти либо в западный блок либо в блок евразийский то есть российский украинцев сейчас изо всех сил убеждают отойти от россии прийти в европу но я прошу вас провести эксперимент возьмите 10 фотографий украинцев и 10 фотографий русских перемешайте их и попробуйте различить кто из них кто вас не получится потому что этнически мы одно целое мы восточные славяне мы русские в широком смысле этого слова и для запада восточные славяне это люди третьего или пятого сорта они нас никогда не примут в свой мир на равных мы всегда будем для них шестерками пока что украина нужна западу как добавочное орудие войны против россии поэтому там разжигается вражда против нас как только им удастся обрушить россию я надеюсь что этого не будет никогда если это когда-нибудь произойдет украина им перестанет быть нужно в качестве дубинки против россии и они ее превратят своих рабов если вы мне не верите просто почитайте книги по геополитике просто проанализируйте историю что такое натиск на восток какими методами всегда действовала западная цивилизация против порабощенных народов как она истребила американских индейцев как она африканцев превратила в рабов и так далее тому подобное если вы хотите стать следующими товарищи украинцы флаг вам в руки но я думаю что разум все-таки окажется сильнее россия по большому счету в украине не нуждается мы и так огромная евразийская цивилизация самая большая страна в мире с огромным отрывом поэтому обвинение нас что мы хотим украину захопать и так далее они просто не разумны вопрос о том быть ли украине и украинцам вообще быть ли им на планете составе западного мира я думаю что украине выжить не удастся я еще раз призываю к разуму к размышлению к мудрости а вот лично мое доказательство братства наших двух народов церпантином думок накотилася туга там любовь и немае назад воротя и дорога тепер начи чорна чорнисенька смуга и затягнути хмарами все майбуття и дорога тепер начи чорна чорнисенька смуга и затягнути хмарами все майбуття церпантином думок накотилася туга у повильном у танцы кружля и вона я чекаю тебе все пока